К другим темам. Задолженности по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию должны уйти в прошлое. Такая задача была озвучена сегодня на видеоконференции начальника регионального отделения пенсионного фонда Дмитрия Худаева с представителями районных управлений. В нашей области разработана и действует мощная нормативная база по защите пенсионных прав белгородцев. И по сравнению с другими регионами Белгородчина по части задолженности страховщиков перед гражданами выглядит достаточно благополучно. Но тем не менее долги есть и по данным на конец мая составляют нескольким более 400 тысяч рублей. В черном списке 112 организаций, как действующих, так и банкротов. В лидерах печальной статистики Белгород и Яковлевский район, а также Староскольский округ. Дмитрий Худаев предложил им брать пример с Красногвардейского района, который уже 6 лет не имеет задолженности по страховым взносам. В прошлом году к нему присоединился Краснояружский и еще 11 муниципалитетов, у которых нет долгов по действующим предприятиям. На видеоконференции еще раз обратили внимание на то, что страховые взносы, в отличие от многих других налогов, персонифицированы. То есть каждый рубль идет на лицевой счет застрахованного лица. И размер будущей пенсии белгородцев напрямую зависит от сознательности работодателей. У меня твердое мнение, если один район смог сделать, если второй смог, если еще 11 смогли, то почему же наш город Белгород сегодня самый большой должник, Старый Эскол, Губкин, Шебекино, Белгородский район. Почему-то вот здесь. Ну вот и еще ряд районов, которые, я думаю, если есть хороший и замечательный пример, то с остальными нам легче разбираться. Наша главная задача, кроме того, что мы выплачиваем вовремя пенсию, да, в полном объеме и назначаем, это чтобы Белгородская область была без долгов. Белгородская область.